проснулась пойду себе кашу сварю поставлю полстакана каши 5 лаков и стакан сейчас закипит я добавлю соль немножко сахара буду варить 5 минут вчера у меня была гречка сегодня 5 злаков бывает овсянку тоже варю творог запеканку творожная творог со сметаной ванильным сахаром мы очень любим так начинается утро папа у меня сегодня муж ел хлопья с молоком а я кашу а я кашу еще вот есть у меня дружба тоже вкусный в пакетиках правда я вам наверно показывала овсянка вот такая быстрая три минуты которые варить мелкие хлопья и есть овсянка которая традиционные хлопья она 10 минут варится там они крупные вот мелкой пробовала крупные еще не пробовала дружбы тоже это вкусно и рис и немножко пшена там после операции на кишечник стараясь утром есть каши а вообще как бы похудела на 11 килограмм наверное больше даже 65 вам не было сейчас 51 чайник очень плохо чистится посоветуйте чем можно почистить чтобы не очень задыхаться потому что у меня есть одно средство я им чищу чистится грубой щеткой такой ну как не грубо щетка вот этой вот стороной от губки на там немножко пожестче вот и вот этим средством в перчатках какой-то типа анти жир называется смотреть чайники снаружи и внутри снаружи вот у меня начинает закипать я приготавливаю соль убавляю газ на минимум вот двойка с конца беру соль немножко и солю как похудела ела очень мало ела в основном пищу такую которая не раздражает кишечник то есть чтобы не без приправ без жареного без маринадов ничего такого вот чтобы просто нейтральная пища каша на обед например рис отварной с куриными например котлетами на пару тоже или в духовке приготовленным тоже с водичкой с бульончиком вот таким образом все придерживаться такой диеты есть маленькими порциями где и шмахом теперь добавлю щеки сочку вот и помешиваю периодически огонь можно еще уменьшить на самый маленький так поставить еще в конце кому можно можно добавить сливочное масло я буду добавлять растительное кто сейчас завтракать всем приятного аппетита выпакуем на завтрак разгружаю посудомойку сейчас все расскажу и буду закладывать новые все новые грязные посуды на обед я буду кушать рис с овощами 8 овощей я вчера отваривала рис отдельно овощи отдельно и запекала курочку в фольге в духовке сегодня буду кушать на обед оставшийся кто обедает всем приятного аппетита кончился дома у меня хлеб поэтому я испеку сегодня белый хлеб мне понадобится для этого 850 грамм муки пшеничной я уже просеяла положила в миску 30 грамм сахара 10 грамм соли 500 миллилитров воды комнатной температуры 40 миллилитров растительного масла и пачка дрожжи и пачка дрожжей у меня в этот раз совмомент что я делаю в муку я буду выкладывать сахар соль и дрожжи и дрожжи все положила и перемешиваю венчиком вручную чтобы хорошо перемешали все у меня ингредиенты хорошо перемешиваю все подольше теперь буду вливать постепенно воду комнатной температуры и перемешивать все все буду замешивать до тех пор пока у меня не кончится вода замешая воду во все тесто во всю муку в данном случае можно это все конечно сделать миксером и так далее как только вмесили всю воду сразу же добавлять растительное масло немножечко оставляйте растительного масла чуть-чуть замесили тесто вместе до тех пор пока она не начнет отставать от стенок мисочки как только оно начало отставать еще немножко вымесили и оставили его отдыхать я поливая вот так вот с как краешками по краешку вернее мисочки вот это вот растительное масло оставшееся чтобы оно под формой там осталось под мисочкой так его приминаю туда так немножко можно просто поднять его и смазать растительным маслом мисочку и положить его назад ну и вот так вот делаю немножко его приподнимаю чуть-чуть вот и туда она проливается вот сейчас я застилю его пленкой стрейч на руку не получается накрыла его пленочкой стрейч поставлю в теплое место на час для расстойки я ставлю микроволновку там у меня нагрет уже бокальчик воды для тепла микроволновку у меня выключена ставлю тесто ставлю бокальчик с кипятком кипяток нагрела заранее вот вот так и закрываю и смотрю время или здесь засекают 2 18 или вот у меня есть будильник положи его просто на час так будет легче не смотреть ничего он просто прозвенит через час вот будем ждать тем временем я буду делать картофельную запеканку сейчас все приготовлю вам покажу для картофельной запеканки нам потребуется килограмм картофеля 100 грамм сыра грамм 30 сливочного масла 2 яйца 3 чайные ложки соли и пол литра воды можно заменить молоком картофель нужно отварить в подсольной воде до полу готовности когда она сготовится охладить он сготовится охладить и нарезать кружочками сыр нужно натереть на терке картофель я поставила отвариваться минут на 15 примерно сейчас закипит посильнее я убавлю я сейчас сделаю заливочку два яйца мне потребуется чайная ложка соли и можно добавить пол чайной ложки черного перчика или любых специй для картофеля прирыла все побольше в миску взбила два яйца разбила и чайную ложку соли можно добавить как я говорила специй или черный просто черный перец все это перемешиваю хорошенечко заливочку и добавляю туда 50 миллилитров воды или молока это у нас будет такая заливка воду добавила тепленькую из чайника не горячую теперь будем ждать картофель когда сварится до полу готовности вот тесто простояло у меня час поднялось сейчас я его буду перекладывать можно переложить форму можно выпечь на противень и вот застеленному или перегаментной бумагой или силиконовым ковриком можно сформировать в одну большую круглую форму можно сделать две поменьше кому как нравится смазала растительным маслом силиконовый коврик и выложила тесто я решила сделать одним большим сейчас накрываю я полотенчиком полотенчик у меня специальные для хлеба только хлеб я им покрываю и оставим еще для расстойки минут на 40 за это время я буду резать кружочками картофель для запеканки смажу немножечко растительным маслом форму чуть-чуть прям сбрызну так и буду выкладывать слой кружочков из картофеля выложили слой картофеля теперь выкладываем слой сыра и потом опять слой картофеля батарея у меня садится видно плохо сейчас поставлю на зарядку и теперь еще слой картофеля и потом буду заливать яичной смесью хлеб у меня настоялся я его смазала растительным маслом можно кисточкой можно руками и сделала надрезы ножом аккуратненько поставила на 200 градусов духовку там у меня уже стоит картофель для запеканка и на верхнюю полку поставлю хлеб он будет при 200 градусов запекаться режим традиционный на час запеканка минут 30-40 тоже при 200 градусов залила яичной смесью оставшийся сыр сверху выложила и масло в разные уголочки положила все будем ждать